Организаторы фестиваля «Энергия жизни» провели круглый стол, в котором приняли участие глава Азбеста, заместитель начальника полиции, а также начальник управления поселков Белокаменный и Красноармейский. Круглый стол прошел в рамках закрытия одной из недель фестиваля. Гости и участники «Энергии жизни» обсудили организацию работы всех служб, отвечающих за питание, охрану, проведение мероприятий и комфортное пребывание участников фестиваля. Люди, которые живут под открытым небом и занимаются, это практики, это должна быть тишина, это йога, это вечером музыкальная, но музыка, вы знаете, которая затрагивает именно струны души. Те забытые русские игры и лапта у них здесь проходят, и ручейки, и хороводы, то есть вот эта русская культура, которую они на сегодня нам показывают, что она существует. Она не умерла, эта русская культура, и развивать её надо. И я очень благодарна этим организаторам, которые на сегодня и Андрей Владимирович пригласил ещё раз на следующий год сюда приехать. В ходе своего визита глава «Азбеста» Андрей Хлазаков лично посмотрел на организацию всех необходимых условий для проживания и отдыха участников фестиваля. Выслушал мнения отдыхающих, а также поблагодарил организаторов и вручил им фотоальбомы о городе Азбесте. Отметим, что фестиваль «Энергия жизни» глава «Азбеста» посетил первый раз. С своими впечатлениями он поделился с нашей съёмочной группой. Это здорово, когда люди со всей России, большинство из Уральского федерального округа, но приезжают сюда, к нам в город, на берег нашей речки, на нашу уральскую природу, для того, чтобы пообщаться, объединиться, может быть, очиститься от каких-то грешных мыслей. Здорово, что сегодня у них один из главных принципов – это никакой водки, никаких наркотиков. Тот самый здоровый образ жизни, который мы все призываем. Такие вещи надо приветствовать и поддерживать. Я благодарен жителям Белокаменного, я благодарен руководству администрации Белокаменного, всем, кто помогал провести эти мероприятия, только за то, что именно их усилиями 500 человек приехало сюда и уедут отсюда со словами, что Азбест – это живой город и перспективный. Сам фестиваль Андрей Владимирович рассмотрел, как начало развития агротуризма в Азбесте. Ну, я, наверное, призываю всех азбестовцев, особенно тех, кто думает о будущем своем городе, что вот такие вещи – это как раз и есть, вот как здесь вот этот фестиваль. Это тот самый туризм, который мы кричим, что мы готовы сделать. Это то самое, что в нашем городе, то самое, что мы привлекаем сюда людей со всей страны. Я вам могу сказать, что белокаменские магазины, люди, которые помогают здесь вести, немало заработали, в том числе и на здесь присутствующем. Мы сегодня видим прообраз, я не боюсь этого слова, будущего туристического развития нашего города. В рамках круглого стола участники фестиваля носили свои предложения и задавали интересующие вопросы. За время фестиваля «Энергия жизни» у него уже появились постоянные участники. Одна из таких – Александра Петрикова. Девушка участвует в фестивале уже девятый раз. Для нее это особое место. Я была на многих фестивалях, но я как-то там не заостряюсь, я не остаюсь там, потому что вот ощущение семьи там не присутствует. Мастер-классы мастера – это просто… Я расту. То есть 9 лет – это такой действительно очень серьезный духовный рост. И я считаю, что здесь я реализовывалась. Совершенно невероятные вещи происходят. Я вижу, как здесь люди развиваются, как растут семьи, как растут дети. Как дети, приезжая в город, просто с одной недели знают уже в школе, да, приезжая с каким-то опытом, и учителя просто в шоке. Потому что откуда ты это знаешь? Откуда ты это знаешь? А я вот там, 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 там. В общем, это бесконечная тема, потому что плюсов настолько много, что их просто не хватит. По итогам круглого стола организаторы фестиваля учли все предложения участников. Хотя таких моментов было мало. В основном участники выражали слова благодарности за полученный заряд положительной энергии. Многие участники запланировали очередной приезд в поселок Белокаменный в следующем году. Анастасия Самарина, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.